Приветствую вас. Я думаю, что основная ваша проблема заключается в том, что вы теряете интерес, когда у вас что-то не получается, и нацелены вы на результат. Вот, это первое. Второе. Понимаете, вот, важно понять, с чем связаны лично ваши сомнения. Вот именно ваши сомнения, с чем связаны. Потому что сомнения – это противоречия, а противоречия – это как раз-таки то, на что вам в первую очередь нужно обратить свое внимание, чтобы это противоречие разрешить. Вот. Поэтому необходимо разрешить противоречия. Например, вы не могли просто взять и, допустим, ну, написать какую-то работу, да? Вам нужно обязательно было написать, вам нужно, ну, у вас какая-то планка есть. Вы, может быть, чувствуете, может быть, вы чувствуете, что способны на большее. А может быть, чувствуете, что хотите что-то сказать. Ну, то есть, вам есть что сказать. Может быть, может быть, может быть, вы просто хотите осветить какую-то сферу, да? То есть, есть что-то, что не позволяет вам просто взять и написать эту работу. Просто взять и написать. Просто написать, что просто, чтобы было. Нет. Вы хотите в нее что-то вложить. И, на мой взгляд, очень важно понять, что это. Ну, например, бывают такие случаи, бывают такие эпизоды, когда человек считает, что он просто должен должен, просто обязан, что-то сказать. Хочет он, не хочет, не стервал. Он обязан. В этом случае ситуация, к сожалению, далеко не такая хорошая. Потому что из чувства долга, действует, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, без этого ничего хорошего не выйдет, в принципе, да? Потому что долг, это как раз, такие, больше про обязанность, а это, в свою очередь, больше про должность повара. Вот. И, соответственно, мне кажется, что вам нужно посмотреть на именно свою инициативу, на свою мотивацию. Почему я хочу написать эту работу. Что я хочу получить? Потому что зачастую цель, если вы правильно, то есть, если вы адекватно ее поставите, цель может вам помочь. Конечно, это далеко не всегда, не всегда происходит и бывает так, что цель не всегда может помогать. Вот. Но, на мой взгляд, в вашем случае. Это хороший вариант. Вот. Собственно, научная работа, как, наверное, любая, любая творческая деятельность, то есть, это отражение ваших ценностей, ценностей. В прямом смысле этого слова. То есть, вот. То, какие у вас ценности, то, какие у вас ориентиры, наверное, 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 это работа покажут. То есть, если ваши ориентиры, если ваши ценности, ну вот, скажем так, определенного рода, то, что произойдет, это покажет. Какой вы хотите видеть работу своей. Вот. Я думаю, наверное, примерно так можно ответить вам на вопрос, который задают, я думаю, примерно в таком, ключе можно ответить вам. Во. Так, конечно, тут есть свои нюансы. Понимаете, эм, ничего хорошего, хорошего не получится, если вы, эм, чувствуете, чувствуете несвободу, если вы чувствуете себя несвободной, в эм, ну вот, поведении, да, если вы чувствуете себя несвободной, в выборе каких-то решений, выборе базис, выборе тем. Особенно, если вы боитесь ошибок. Вот если вы боитесь ошибок, это очень серьезная проблема. Давайте. Давайте я прочту ваш вопрос. Что делать, если не можешь определиться с наиболее интересной темой научной работы? Смотрите, наиболее интересной темой научной работы, это, по сути, эм, как больше наценочное обсуждение. Потому что, тогда можно спросить, наиболее интересной для кого? Наиболее интересной, чтобы что? Да. То есть, для всех людей, э, что-то свое интересное. И, э, э, как бы ориентируясь на такую, э, 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 парадигму. Вы вряд ли, вряд ли, можете добиться сервенских результатов. Потому что, э, как бы, твой творческий человек, он, э, наверное, наверное, ну, наверное, ну, наверное, он работает над, э, э, тем, что, э, э, в первую очередь, интересно ему самому. Да? Наверное. Вот. А не над тем, что интересно кому-то вот еще. Не над тем, что интересно другим людям. Например. Вот. То есть, здесь очень, э, такая важная история. Вот здесь очень такой важный аспект, на мой взгляд, и, соответственно, нужно обратить на него внимание. Вот. То есть, вы здесь изначально задаете неверный вопрос. Наиболее интересная тема, это оценочное осуждение. Мы более интересны, кому, для кого. в конце концов, вы пишете не совсем такую, чтобы, э, э, ну, научно-популярную работу. Да? Вы все-таки, на мой взгляд, э, вы пишете то, что, э, ну, то, что, вот, э, э, вы пишете то, что, э, ну, то, что, вот, э, э, вы хотите вам рассказать, вы пишете, для, э, сообщества, в том числе. Вот. Поэтому, поэтому, э, здесь очень, э, э, важный момент. Эм, э, э, который я, ну, вот, э, могу вам дать. Да, это очень, очень важный момент. А, значит, следующее. Следующее. На что хочу обратить внимание. Значит, подскажите, что делать в ситуации, если не можешь определиться на более интересной темы научной работы? Так, у них более интересная тема научной работы. Это интересное не складывается из неосознанного влечения к определенной теме, или все интересное может зависеть от других факторов, способностей и возможностей человека? Ну, надо сказать, что, э, неосознанное влечения, это, прям, очень, э, интересное, я бы сказал, э, выражение. Неосознанное влечение. Я не думаю, я не думаю, что, э, неосознанное влечение может, э, э, помогать в, э, том, что он называется работой, потому что неосознанное влечение, оно на то и неосознанное. Но его, э, весьма, э, сложно идентифицировать. Вот. Поэтому, я думаю, что, все-таки, здесь вы немножечко указываете, я так думаю. Я думаю, так, что вы указываете, я думаю, что, э, э, вы, э, вы, э, немножечко, другую цель, как мне кажется, преследовать этот рельс, потому что, ну, мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что, э, совершенно очевиден тот факт, что, э, неосознанное влечение далеко не, э, 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 самый лучший вариант для, э, любой деятельности. Вот. Э, э, так мне это видится, по крайней мере, исходя из, вот, того, что, э, я могу сказать вам. Э, э, дальше идем. Э, э, так, например, если что-то не получается, или непонятно, или непонятно, или нет, сразу снижается. Ну, здесь, э, э, выглядит это, как, знаете, э, э, такая, вот, защитная реакция, что ли. Выглядит так, честно говоря. Честно говоря. То есть, выглядит, как, э, защита, как, э, необходимость, э, необходимость, э, э, необходимость, э, защититься, э, 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 это, правда, немножко непонятно. Э, э, защититься от, э, э, сего вы хотели, вы хотите, от чего вы хотите защитить. Вот. Э, э, что вам угрожает. угрожает. Это такой более, как мне кажется, важный момент, да? Почему вы так вот реагируете на то, что у вас что-то не получается. Значит, вероятно, вы хотите, чтобы получилось, да? Если вы хотите, чтобы у вас получилось, значит вы можете быть, ну, чрезмерно заинтересованы в результате. Понимаете, в чем дело? Вот, если вы чрезмерно заинтересованы в результате, то вы раздаете ощущение сверхмотивации. Вот, ощущение сверхмотивации может очень серьезно подкачивать вас в плане творческой деятельности, в плане работы над тем, что вам может быть интересно и так далее. Потому что порыв еще раз, там, творчество это порыв и любое давление на такого рода деятельности, крайне негативно сказывается. Вот, поэтому так важно поисследовать то, почему у вас попадает с пропорцион через, может быть, у вас, ну, не было интересно, значит вы стараетесь выбрать заранее то, что вам нравится, то, что у вас получится, например, может быть, такой момент есть у вас. Вот, да, честно говоря, да, не знаю, то, я могу, я могу втесить только, ну как-то вот предложить вариант, да, предложить вариант, а вы уже можете это по, ну, поиследовать. Вот. Так что, я не знаю, не знаю, не знаю. Значит, это на ваше усмотрение. Но повторюсь, именно угощание интереса может являться психологическим, значит, симптомом, психологической проблемой, вот, и работать уже нужно сойти, вот, дальше идём. Так, эм, это действительно значит тема, которая мне не посынили, мне просто не хватает человеку волю и терпению. Эм, нет, ни то, ни другое, потому что, эм, вообще-то, любая тема может быть непосильна, любая тема может быть непосильна, для человека, потому что, эм, ну, в одиночестве человек не может, эм, да, охватить всё, как бы, как бы, а вот, а человек, он не способен, не способен охватить всё, поэтому, эм, это нормально, что, эм, тема окажется вам слишком большой, но нужно делать то, что в ваших силах, то есть, вы, здесь такое ощущение, что требует от себя слишком много, вот, дальше. Эм, что касается воли и терпения, то это вообще не, не, это вообще не про, эм, не про творчество, вот. Отчего должен зависеть от интереса, я просто запутываюсь, интерес это всегда что-то легко узнаваемый или нет. Да, да, интерес это всегда что-то легко узнаваемый, я бы, я бы сравнил интерес, эм, с, любопытством, с, эм, открыванием чего-то нового, я бы сравнил интерес с, эм, неизведенным, с исследованием, эм, я бы сравнил интерес вот с, эм, такими аспектами, но интерес может быть тогда, когда есть любопытство определённое, это первое. Интерес может быть, когда есть, эм, смелость, если этого нет, то, эм, на самом деле, очень, очень тяжело будет, эм, как-то, как-то вот этот процесс, эм, ну, эм, педалировать, вот, эм, ну вот, эм, ну вот, такая вот сторона, такая вот сторона. Вот, на этом, в принципе, все, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.